сейчас секундочку давайте еще раз начнем это что-то с неполадками сейчас секундочку мы сейчас подождем пока все зайдут кто нашел напишите хорошо слышно третий раз стараюсь подключать это неполадки поэтому я думаю с третьего раза ну главное чтобы так и продолжалось по на секунду 10 подождем зависать видите еще раз приставиться или нет или начать в общем сначала или можно продолжить о том чем остановились хорошо я представлюсь меня зовут губский пан андреевич я занимаюсь спортивной акробатикой с пяти лет по примерно 16 лет уже в спорте вот являясь мастером спорта россии являюсь членом сборной команды россии серебряный призер этапка кубка мира я неоднократный победитель и призер чемпионатов и первенств россии сейчас секундочку хорошо вот на мой взгляд акробатика является на мой взгляд это спорта потому что она сама здесь как сила быстрота выносливость координация гибкость вот то есть у нас нет что-то определенного на все эти факторы они взаимодействуют они учитываются мы не делаем уклон так примеру мы не развиваем только силу мы развиваем все весь наш организм вот акробатика на 5 видов это женские пары мужские пары женские тройки и четверки мужские четверки вот сейчас и сделать три этапа у нас будет подготовительная часть где будет разминка и растяжка основная у фп общая физическая подготовка и закрыл немножко потянемся я расскажу про парную группового вид спорта хореографические элементы также как и в прыжковом варианте вот хорошо давайте начнем хорошо кто повторяет давайте повторять то просто наблюдать мы начинаем пистин дачу бег делаем ушки у нас немножко спунты сзади носок стараемся тянуть то есть мы не просто бежим расслабленный пушки поджали и сзади нас хорошо следующая у нас будет внимание бедра внимательно посредите за носком и бедра чтобы было 90 градусов хорошо так же дело как лестом голени хорошо затем упражнение ножницы точнее с креста эти все упражнения мы делаем примерно по минуте либо мы считаем до 30 либо есть у нас есть секунда веру мы засекаем по 30 по минуте хорошо ручки у нас ставится в сторону на искрестный шаг мать и на заположение много посмотрим коллег у нас натянута также носок на тянут так же делаем в сторону и на внимательно посадим за туловищем чтобы у нас корпус не наклонялся ни вперед мы делаем назад ни назад если мы делаем назад вот хорошее упражнение вставим ноги врозь угу и стараемся локтями дотянуться до пола 30 секунд угу потянемся к правой ноге внимательно посреди чтобы кровь у нас не сгибалась угу и к левой и к левой хорошо садимся упор сидя сзади хорошо внимание сейчас секундочку садимся упор сидя сзади внимательно последним за осанкой и за положением ног коленки у нас прямые и лопаточки станут расслабить хорошо с этого положения будем делать рывки руками внимательно руки поднимаем как они у нас натянуты локти у нас и делаем рывки руками стараемся руками заходить за уши угу 10 раз и затем прижимаемся делаем складку ноги вместе стараемся стараемся беремся за пять и прижимаемся хорошо у кого не получается когда вы делаете у вас сгибаться можно делать просто покачивание руки у нас впереди и стараемся дотянуться до носок хорошо ноги врозь также чтобы они у нас не были согнуты носки у нас были всегда натянуты именно ноги также осанка будем делать боковой наклон к ноге левую ручку ставим себе на бедро потянемся до носка а также фиксируем 10 счетов либо делаем так же к другой ноге угу так же к другой ноге угу и вперед делаем складочку стараемся положить на на ковер угу кого так же не положить можно делать покачивание рывочки только смотрите внимательно сильно не переусердствуйте чтобы не то есть небольшие покачивания угу хорошо следующий левую ногу вперед правую сторону делаем небольшой угол 90 градусов хорошо делаем сейчас будем делать наклон сейчас мы будем себя останавливать и держать удержание на баланс то есть мы ручки держим ровно так же поднимаем держим осанку локти не сгибаем и делаем провисание к передней ноге так же следим за положением ног то есть коленки прямые носки у нас натянуты угу и переходим через вперед и боковой наклон правой ножки так же на бедро хорошо хорошо то же самое с другой ноги делаем провисание переход и боковой наклон хорошо сейчас будем делать вот немножко разогреем то есть мы их потянули сейчас немножко их подкачаем ложимся на предплечье двигали на предплечье ноги у нас сейчас секундочку это формирует так оно и у нас в Омске если я не ошибаюсь 6 человек ушло в цирк дюссалей то есть они заканчивают карьеру именно в спорте а потом уходят по той же специальности по тому же направлению то есть парная группа сражения акробатико Да, так оно и есть. Хорошо. Ложимся на предплечье. Носки натянуты. И делаем махи ногами. Внимательно посидите за положением ног. И делаем махи 15 правой, 15 левой. Стараемся коснуться до носа. То есть 15 правой, чередуем левой так же. Теперь будем делать круговые. То есть до носа и круговое движение в исходном положении. Так же правой. То же самое дозировка по 15 раз. Покажу. Хорошо. Сейчас, секундочку. Сейчас будем делать правую ногу. Внимательно. Будем растягивать шпагат. Делаем выпад на правую ногу внимательно. У нас нога на коленке. И спереди нога. То есть она не впереди. Здесь она держит ровный угол 90 градусов. Руки с двух сторон. Либо мы сейчас будем делать. Руки у нас будут на поясницу. И небольшие будут покачивания. Так же вы можете делать либо это упражнение по времени, либо подсчет. Подсчет буквально 15-20 думаю будет достаточно. Хорошо. С этого положения мы будем делать локти. Вот. Старные локти. И так же делаем покачивания. Небольшие. Хорошо. Так же меняем ногу. Делаем налево. Так же ручки по спинку. И делаем небольшие покачивания. Угу. И так же руки на локте. Угу. Хорошо. Теперь мы с вами будем садиться в лягушку. На ногах. Ножки немножко развиваются. Руки максимально в тебе. И прогибаемся. Можно по времени, либо подсчет. Хорошо. С это положение будем садиться в шпагат. Сейчас. Секундочку. Угу. Садимся в шпагат. Вот. У кого... Внимательно посадите, чтобы сзади нога была не вот так. А именно она выворотна. Выворотна. Угу. Сейчас. Секундочку. Угу. Только разминка еще не закончилась. Ну хорошо. Продолжим. У кого есть шпагат, садимся. У кого нет, стараемся. У кого нет, старайтесь бедро не выворачивать. То есть оно у нас ровное. И ручки с двух сторон. То есть у нас нет вот такого вот положения. Вот. Есть вот такое положение. И потихонечку тянемся. У кого совсем не получается. Вот. У кого получилось. Вот мы разъехались. Можно делать провисание вперед. И назад. Хорошо. Угу. Также поменяем ногу. То же самое здесь. Нога ровненько. Все вытянуто. Также либо провисание, либо прогибаемся назад. Хорошо. Садимся в поперечный. Угу. Угу. Сидим. Ой, простите. Все. Сидим, сидим, сидим. Можем сидеть минуту. И сидим на локте. И сидим на локтях. Угу. Также у кого внимательно последите, что они как-то поперечный. И они... Либо они сильно впереди. Чтобы как раз ровненькая была линия. Угу. Все. Сидим. Угу. Хорошо. Угу. Желательно сидеть. Угу. Сейчас я вам скажу. Примерно по минуте. То есть, если это для начинающих. Угу. Минимальное количество раз. Но зато с большой эффективностью. Тянем по минуте. А если это идут уже профессиональные, вот. Мы сидим от 3-5 минут на одном шпагате. Для того, чтобы вырастил шпагат. Есть также подводящий упражнение. То есть, мы снижаем спад, который мы делали вначале, только нога уже. Вот. Вытянута. И делаем... Вот сюда. Делаем перелет. И обратно влево. То есть, если мы сделаем буквально раз в 50, к примеру. То наши связки... Вот. И с этого мы не хотим уходить именно в шпагат уже. Сейчас написали. Знаете, я вам хочу сказать, что акробатики давно хотят ввести именно в олимпийский вид спорта. Но никто, наверное, на это не решает. Конечно, все акробаты об этом только мечтают. Чтобы акробатика была олимпийским. Это очень... Которым смотрят, любуются и наслаждаются. Угу. Хорошо. Сейчас, секундочку. Также можно включить махи ногами. Хорошо. Если опоры, беремся за опору. Вторая рука. Хорошо. Делаем вперед, рука назад. И делаем спокойненький махи вперед. У кого-то делаем высоко, кто-то медленно. Но у кого-то как мышцы растянуты. Внимательно. Уточнить, что в этом упражнении последить за корпусом и за положением. Такого, что нога, к примеру, она сгибается. Она у нас всегда натянута. Так же, как и нога, которая делает мах. То есть, у нас нету такого маха. То есть, вот так у нас всегда делают. У нас всегда ноги напряжены и натянуты. Угу. То есть, сделаем красиво. Угу. Так же, ручка у нас вверх теперь. И в положении. Примерно, если это будет в условиях и для начинающих, дозировка примерно будет по 20 мировых махов. То есть, на каждую ногу. То есть, 20 в сторону, 20 назад. Думаю, этого будет вполне достаточно. Но те, кто уже занимается махом и дозировка, естественно, лучше по 50. Угу. Угу. Секунду. Извините. Хорошо. Этой части закончили. Сейчас я начну с вами делать ОФП. Общую физическую поддушку. Угу. Сейчас делаю комплекс на пресс, на спину, на руки и на ноги. Угу. Угу. Давайте начнем с пресса. Ложимся на спину. И подням упражнение, называется складка. Мы ложимся на спину. И с этого положения мы, получается, выходим в складку. То есть, разминки. Делали складку с упора сидя. Здесь все самое, только мы, получается, сидим. Вот. Вот у нас складка будет вот здесь. Еще раз покажу. Да. Хорошо. Это у нас... Это у нас... Угу. А... Третье упражнение будет у нас упражнение в группировку. То есть, мы делаем с лодочки. Это у нас ножки на весу. У нас сверху. С это положение мы берем в группировку. И обратно. Угу. Третье упражнение. В разминке, помните, говорилось крестный шаг. Здесь будет то же самое. В лодке. Внимательно. Только у нас будут работать. Вот. То есть, мы корпусом раз в лодке. Ногами делаем, как ножницы. И удержание. Примерно. Там будет... Ой. Я... 15-20 раз. Делать 15 складок, 15 группировок, 15 ножниц и 15 удержаний. То есть, это будет... Если делать это в полную силу. Если, естественно, это не будет. А в принципе, дозировку вы можете учитывать все сами по своим возможностям. Хорошо. Сделали. Хорошо. Ложимся на живот. Первое упражнение. У нас, получается, поднимается нога, левая рука. Вот положение. И вернуться обратно. Также мы чередуем. То есть, у нас сначала была правая рука, правая нога. Теперь меняем левая рука, правая нога. Раз, два, три. Хорошо. Дозировка... В этом дозировка будет... Так как это... Это большая часть. Точнее, мышца является самой глубокой и сильной. Будем делать по 30 раз. Хорошо. Следующее у нас будет поднимание рук. Тянулись. Ручки у нас впереди. И делаем поднимание. Хорошо. Также 30 раз. И потом, затем будет у нас работа... И... Делаем вместе. И в заключении упражнения будет удержание. Лодышка. Хорошо. Также, смотрите. Эти упражнения... Но если... Ой, больше развивать не силу, а скоростность... Вы можете те же самые упражнения, которые я вам даю. Только делать это не... На определенное количество раз. Грубо говоря, вы делаете складки. Вот, я вам... 120. Вы можете засекать в размере 30 секунд и делать как можно больше как у нас будут развиваться скоростные силовые способности. То есть, за маленькое количество времени сделать как можно больше раз. Угу. Хорошо. Хорошо. Давайте... Сейчас я вам дам небольшое упражнение на руки. Первое упражнение у нас будет обучение внимания к кузнечикам. Кузнечикам это у нас руки ставят не широко, а, грубо говоря, вдоль туловища. Упор... И делаем отжимания. Внимательно посвятий, что... Твое положение у меня внизу должно быть. И выходит... То есть... Раз, два, три, четыре. Внимательно последите, чтобы... Когда вы поднимаетесь, локти у нас должны... Вы должны делать отжимания раз, и... Тогда у нас мышцы не... Внимательно еще раз. Таких мы делаем... Давайте... 15. Так как эти упражнения, в принципе, они... именно данные упражнения я даю больше для школьного возраста. Ими занимаются от пяти до десяти лет. Вот. Подготовка. Вот. Следующее упражнение там. Также, если вам легко делать отжимания кусечка, вы можете усложнить и делать по четвертям. Внимательно посмотрите. Делаем. Раз, два, три, четыре. То есть... На каждый счет остановка. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее у нас будет отжимание широким хватом. Руки ставим широко и делаем те же отжимания и также касаемся грудью. Обязательно посмотрите, чтобы в конце у вас локти выпрямлялись. Внимательно. Коснулись. Поднялись. Угу. Также, в зависимости ваших способностей, вы можете определить, сколько количества раз вам нужно. Я покрепляю примерно 15 раз будет вполне достаточно. Но тоже в зависимости от подготовки и смены. Если хотите сделать сжимание, вы можете также делать по четвертям. Раз, два, четыре. Также вы можете делать с хлопком. Раз, два, три. То есть, очень хорошо обрабатываются именно мышцы груди. Идет на грудь. Но также второстепенные мышцы это так. Делать именно сейчас так ставим на руку. У нас широкий хват. То есть, отжимаемся и делаем переход. Раз, выпрямили ручку. Два, три, четыре. Вот такие есть еще упражнения. Хорошо. И заключительное упражнение будет отжимание до головы. Внимательно посмотрим. Остаем. Стараются дойти максимально до вот положение до до головы. Коснулись, поднялись. Угу. Здесь очень хорошо прорабатываются именно мышцы плеча. И также взаимодействуют с стороны. Сейчас, секундочку. Извините, если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Сейчас будет делать. Стоим на ноги. Хорошо. У нас остается стойка. Руки у нас вверху. Делаем обычные выпрыгивания. Садимся в упор плесек. И с этого положения выпрыгиваем вверх. Также внимательно последите за положением рук, чтобы они у нас именно вдоль ушей идут. Ножки у нас натягиваются внимательно. Вот прыжок. Следующее у нас будет приседание. Хорошо. Стойка ноги бросить. Ножка развернуты. Впереди и обычные приседания. До 90 градусов можно до полного. Сейчас, секунду. Продолжаем. вот идут приседания. И заключение у нас удержания. Стульчик корпусом вперед не наклоняться. Также его назад не вываливать. То есть у нас он ровный. Так. То есть 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 правая нога на диване и идет прыжок со сменой ног. Посмотрим. Раз. И смена ног идет. Внимательно посмотрите когда у вас идет прыжок ноги соединяются. То есть не просто вот а именно выпрыгнуть надо. Также есть хорошая запрыгивать. Раз. И спрыгивать. Тоже ногами с лазировкой а именно подряд. Ногами с лазировкой. К примеру вот я вам показал упражнение у нас идут сейчас вам скажу примеру набираем 100 раз. То есть у нас именно на подходы а будут именно на большее количество раз. 50 за раз хорошо. Потом вы можете сделать меньше а желательно делать так что в следующем раз сделайте еще больше. Тогда будет больше эффективности. Хорошо. С общей физической подготовкой закончились. В заключительной части можно упражнение сделать именно на также вы можете взять которые были в подготовительной части. То есть наклоны и в рост также боковые наклоны вперед также 100 градусов еще раз повторю хорошо и другой ноги наклоны затем шпагаты для чего нужно после именно подкатки идти на растяжку. Просто понимаете когда вы качаетесь у вас мышцы сокращаются и после данных упражнений надо их обратно вернуть в исходное положение. Если мы качаем трицепс работ мышцы сокращаются и их необходимо чтобы они на следующем деле растягивали. то есть брать ручку сюда и тянуть их хорошо каждый раз именно вот этот мы покачали ноги к примеру именно бедра мы садимся ножки чуть ввозь стараемся попу положить на пол и чуть-чуть назад прогибаемся растения именно мышцы бедра хорошо ребят если есть вопросы спрашивайте вот мы закончили именно с подготовкой то есть с тремя этапами подключительной подготовительной основной заключительной сейчас я вам покажу удивительное упражнение на курок на сальто назад сальто вперед и также на стойку на руках потому что на мой взгляд мне кажется что у большинства детей очень сильное желание есть именно научиться или стоять на руках вот я покажу упражнение если вы будете выполнять их дома это у нас упражнение я вам скажу на реабилитацию если грубо гравас искренне ног вот есть определенные упражнения стенки внимательно не смогу встать то есть мы стоим спиной приживаемся и стараемся вытягиваем спину вверх также можно с руками но в основном не для красивой спины или вы имеете для красивой спины именно для рельефа если если рельефа в основном конечно это силовые упражнения то есть с отягощением то это гиперэкстензия или упражнения со своим весом которые я вам в данном показал вот давайте с вами рассмотрим подготовительное упражнение для урка вперед хорошо мы садимся в упор сидя сзади ручки у нас сзади с этого положения мы берем группировку раз это называется группировка внимательно носки у нас вместе колен чтобы подбородком в случае чего не удариться об коленке одна рука к одной ноге другая к другой и крепко-крепко прячем хорошо с этого положения внимательно с этого положения берем группировку делаем легкий перекат на и в исходное положение мы делаем как грубо говоря мячик перекатываемся на спине можно делать это по одному раз вернулись два можно просто катать то есть в основном это упражнение идет для детей чтобы последовательность что в основном она является основным шагом это именно взять группировку поэтому это идет подготовительного процесса для детей чтобы они не забывали и дошло до автоматизации то есть они от умения в навык мы сначала я учу они умеют это а это должно перерастать именно в сам навык не сутул слушайте есть именно не сутулиться в основном я вам советую конечно я не врач и не костоправ вот но я порекомендовал бы вам именно сверху в основном прогибаться на это вот это сутулистое место вытягивать именно вытягивать его туда то есть на излом сейчас покажу именно правильное исполнение вперед сейчас секунду мы садимся упор присев ручки у нас перейти с этого положения мы сгибаем на землю а именно затылок на затылок вот и ножками мы стараемся оттолкнуться внимательно посмотрите и на положение внимательно смотрите есть такая проблема что они делают рог вперед и встают на голову этого ни в коем случае нельзя делать то есть мы не голову затылок либо лопат как получается покажу 2 видите данное упражнение оно также поможет вам и если вы хотите научиться делать вперед то есть это является вот то что я показал в группировке и то же самое курок вперед это есть те самые употребления мы стоим на ногах сальто вперед мы делаем наскок руки поднимаем вверх с этого положения мы руки к ногам то есть тем самым задаем вращение и раз именно ту группировку которую мы учили нужно брать конечно можно делать это без не идеальное исполнение вот стоим делаем засед ручками тянемся видите к сожалению в домашних условиях я но очень хотелось извините конечно вот то же самое как и делать сальто если у нас сальто вперед плечи идут к ногам то как-то назад у нас ноги идут к плечам мы встаем делаем засед прыгаем ноги тянем к плечам тем самым опять берем ту же самую то есть понимаете в данном случае без группировки никуда всегда поэтому именно в раннем возрасте все тренеры по спортивной грабатике закладывают у детей именно обязательно брать группировку потому что она будет вас преследует наверное всю спортсмену вот хорошо секундочку сейчас я вам покажу подводя чтобы научиться стоять на мне кажется вот у меня часто спрашивали что и так далее вот я вам сейчас покажу как в домашних условиях можно научиться внимательно мы сейчас поднем к стенке и за именно моим вот потом я вам пообъясню как правильно стоять у стенки ногами мы идем к стене не делаем мах к стенке мы наоборот животом к стене вот раз и ползаем и вытянулись последите за тем чтобы у нас получается корпус тем самым когда мы на руках плечи должны быть спрятаны то есть не высунут а вот сюда спрятаны я что если он закончится но будет вопрос в том что правильно ли он научится делать именно делать правильное исполнение вот следующее упражнение если вы хорошо стоите у стенки то вы можете потихоньку не касаться стенки а не баланс баланс все можно делать стенки но если вы уверены в себе и не боитесь грубо говоря упасть вот конечно желательно не падать и не подвергать свое тело и травмам вот следующее упражнение будет у нас стоя на ногах мы будем ручки у нас сверху нога вот с этого положения мы будем делать мах мах и вернуться в исходное положение у нас не будет именно фиксации наверху именно не будет надо буквально счет и обратно то есть не надо шагать мы смотрите мы зафиксировались ага извините еще раз мы зафиксировались и сошли обратно просто в основном когда учатся учатся они не стоять именно в одном положении но мне кажется нет конечно тоже можно но мне кажется идеальное исполнение для стойки на руках это когда человек стоит и держит танц напрягая все мышцы пальцы на руках до кончиков пальца давайте еще раз вам покажу вот зафиксировались и также вы можете усложнять и повороты на 360 покажу раз ну есть на упражнение что на мой взгляд не каждый сможет именно подсовок своей оси который умеет даже просто и ходить назад вперед то есть идет на координацию потому что совладество своим телом очень тяжело я вам хочу сказать ну что ж друзья я думаю на это закончить давайте если у вас есть вопросы я постараюсь также на них ответить вот если нет вопросов то думаю будем заканчивать ребят не стесняйтесь спрашивайте секунду ребят смотрите именно развитие силы есть подготовка и но железом набираем массу то есть у нас нет быстроты в мышцах у нас акробатика именно на той акробатики у нас нет как у атлетов мы вытягиваем штангу и делаем как можно грубо говоря понимаете скоростно-силовой вид спорта есть и сила и ловкость быстрота выносливость то есть у нас нет такого что мы только качаемся железом конечно все нижние у нас качаются но когда идет подготовка именно только заниматься собственным весом и именно тягаем сами себя а не железо вот надеюсь что я ответил на ваш вопрос ребят спрашивает что-то еще есть да не за что да на самом деле нет может быть тараторил быстро разговаривал просто все равно волнение есть как бы понимаю что не в первый раз это делаю но все равно каждый раз как в первый раз поэтому и меня что я нервничал переживал то есть это нормальное чувство вот я вам больше скажу тоже большим опытом именно в спорте все равно выхожу на выступление все равно у меня есть я переживаю так же вы не думайте что что вы не будете вообще ходить на ковер, либо на другое выступление, и вообще не беспокоиться об этом, нет. Волнение будет у вас самая. Единственное, что может вам, именно с большим багажом тренировок и усердных тренировок, это овладеть собой, своим телом и настраиваться на выступление. Вот этого и вам. То есть волнение можно перебороть, главное понять как. Именно акробатикой я вам скажу, что детей приобретают с трех лет. То есть, но вы с трех лет, ребенок начинает только формироваться и формировать свое тело, а мы, тренеры, помогаем именно помочь в этом. То есть у нас не будет такие упражнения, которые я вам сказал. То есть, естественно, для трехлетнего ребенка это будет очень сложно. И естественно, он не будет понимать. Но в основном, с пяти лет, я думаю, комфортно начать заниматься акробатикой. И видите, когда приводят детей, и именно с нуля мы их начинаем. Вот мы сейчас всю основную часть, именно всю подготовительную часть начинаем с ними прорабатывать. Естественно, у нас идет упражнение от малого. Мы, грубо говоря, начальную группу, упор сидя сзади учим. И вот эти все положения. А когда я прохожу год-два, мы начинаем. Но не год-два, конечно, это я сильно загнул. Но через то, что мы научимся в одну подведенную часть. Мы переходим в другую. То есть, потом мы переходим в третью, к сальто вперед. То есть, эти три, грубо говоря, компонента, они составляют именно вот это вот и упражнение. Поэтому, я думаю, самый комфортный возраст это... Ребята, если нет вопросов, тогда будем заканчивать. Если есть, спрашивайте. Хорошо, ребят, спасибо большое, когда будем заканчивать. Всем большое-большое спасибо, что уделили немножко времени на меня. Вот, я надеюсь, что в свою очередь я вам дал много интересного. Пока-пока.